Привет, дорогие друзья! Близится 9 мая, День Победы. Для меня 9 мая, на самом деле День Победы. Прошу извинить у тех, кто реально склоняется к другим мыслям. И я встретил здесь интервью Радио Свобода с Вятровичем. И мне нравится уже сам по себе, мне нравится этот парень, который берет интервью. Здесь, мне кажется, вот и внешне, с внутренним, очень даже гармонично. Субботнее интервью Радио Свобода и наш сегодняшний гейс, глава Украинского института национальной памяти, Володимир Вятрович. Ну и сразу же о победах начали, что 1 мая теперь празднуется не Международный День Солидарности Трудящихся, а День Труда. И я как бы не могу все-таки понять, а что плохого в Международном Дне Солидарности? Что такого в Солидарности Трудящихся плохого? Я не могу понять. Они не должны быть солидарны? Или в чем фишка? 1 травня святкуется не Международный День Солидарности Трудящих, а День Працы, так? Ну Вятрович недоволен и этим переименованием, потому что, к сожалению, это не то, что они хотели. На жаль, это лишь один из невеликих кроков. Доброе, что он сделан, но это недостаточно все-таки. То есть, что, ну, надо было бы вообще 1 мая отменить на самом-то деле. И как это повлияло? Вот как повлияло переименование в День Труда, Дня Солидарности Трудящихся? Еще рано говорить. День Працы. Чи вплинуло это уже сразу на формат этих призначений? Ну, очевидно, что рано про это говорить, но в любом случае, я считаю, что это крок абсолютно в правильном направлении. Ну и вот он наконец-то доходит до того, чему, собственно, и посвящен мой видеоблог. До 9 мая. Что он надеется, что наконец-то хватит мужества украинских политиков перенести с 9 мая на 8 мая выходной. То есть 9 мая, по сути, отменить. Это то, чего Порошенко говорил, не произойдет. И 9 травня это День Вшанувания Живых. И мы должны прийти и вшанувать ветеранов, которые отдавали все, что имели для того, чтобы принести победу. И сподіваюсь, что в нашей политике вистачить наснаги и отваги на то, чтобы сделать другой важный крок, который связан с так называемыми Травльными святами. Я имею в виду перенесение выходного дня с 9 травня на 8 травня, для того, чтобы мы все-таки вшанували всех погибших в Другой святой войне. Ну и вот уже подключается сам ведущий, несомненный интеллектуал. И он говорит, что касательно того, что праздновали создание дивизии СС Галичина во Львове неделю назад. Очень интересно. То есть это говорилось в контексте создания мифологии Великой Отечественной войны. И тут он говорит про дивизию СС Галичина. То есть, может быть, он хотел услышать то, что дивизия СС Галичина на самом деле это хорошее, хорошее. Но Вятрович внезапно начинает давать заднюю по дивизии. Вот так вот. Оказывается, это структура оккупационной власти. Долгое время эту структуру не называли даже украинской. Удивительные заявления делает Вятрович. Он, я вам скажу, никогда не был симпатиком. Надо признать. Дивизия СС Галичина. Но вот таких вот заявлений раньше я почему-то не слышал. И в ключе этого я вдруг вспоминаю заявление Петра Алексеевича Порошенко. А, нет. Сначала заявление посольства штатов. Посольство штатов сообщает, что они разочарованы недавними проявлениями ненависти и антисемитизма во Львове и в Одессе. В новой Украине нет места для нетерпимости. Ну какая новая? Уже давно это новая Украина. Это 4 мая сделано такое заявление. Вдруг внезапно Порошенко просыпается через 2 часа после заявления посольства штатов. Я решительно осуждаю. Будет какие-то, короче, проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю недопустимым. Во Львове и в Одессе. Это получается, что президент, независимый президент независимого государства ждал реакции посольства штатов. Потому что это не день в день была сделана вот эта вот реакция. Посольство штатов наступило. Нет, нет, нет. Он ждал, сидел, смотрит, есть заявление посольства штатов. Сам побежал и быстренько тоже дал указание и написали вот такую его реакцию. А если бы не было реакции посольства штатов, я вам 200% даю. Никакой реакции Порошенко тоже не было бы. Независимый. Стоп. Украинские бойцы были пушечным мясом и для нацистов, и для Советов. И вот тут небольшая правда, небольшая правда разница есть. Если она небольшая, то может ее не стоит говорить, но он говорит. А какая небольшая разница, что немцы дольше все-таки готовили своих вот такой. Не суттєво на ваш погляд, что радянська червона армия фактично могла сразу кинути украинцев, як гарматное мясо убить, а немцы це робили, можливо, після речной підготовки. Правильно вас? Вот, вот такое вот отличие. Немцы, получается, все-таки были получше. Ну, а теперь я вам предлагаю одну подборку. Вы знаете, я что-то понять не могу. Если вдруг Вятрович, а то, что говорит Вятрович, это значит, он же официальный шаман, идеологический шаман Украины. Если он говорит, значит, линия партии немножко в одну сторону идет, да, получается, что это нехорошо, нечего там праздновать, это вообще практически позорная страница дивизия СС Галичина. Ее иногда называют просто дивизия Галичина. Ну, не называют СС, это специально делается, вы же понимаете. С другой стороны, есть, как вроде как, какая-то другая Украина. И в этой другой Украине ничего зазорного в дивизии СС Галичина, вроде бы как нет. Смотрите, вот это вот и навещание. Это ЮАТВ, на это выделяются деньги, они на самом деле полагают, что вот это вот смотрят за границей. Теперь, что они показывают за границей? В 75-ю речницю від дня створення української дивизии Галичина відзначили у Львові. На виставці, яка проходила просто небо, представили экспонати Другої світової війни, зброю, з якою воювали добровольцы. Я не могу там рассмотреть, это что там, какие-то нацистские вроде символы, не у него? Да не, 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 показалось, показалось просто. Мы маем памятать, что основной метою створения дивизии Галичина было сформировать ядро майбутньої украинской армии, чтобы украинцы тогда добули независимость. Вот для чего создавалась дивизия СС Галичина. Для того, чтобы создать ядро будущей украинской армии, когда украина станет независимой. Может быть, он не в курсе, кто создавал именно эту дивизию, но если он не в курсе, то ее создавали нацисты. Получается, у Гитлера была такая задумка, да, создание свободной Украины, там, армии, да, или что? Или что? Это просто украинцы так были вооружены. Просто украинцы ходили. И ни слова о нацизме. Как интересно. Ей присвятили 75-й речнице с дня створения 1-й украинской дивизии Галичина. А потом была и 2-я украинская дивизия, и 3-я, и 4-я. Просто украинскую дивизию создали, и все. Ну вот на местном уровне там вообще интересно, они все это рассказывают. В стінах Ивано-Франківского национального медичного університета открылась виставка, приурочена до 75-й речниці створения дивизии Галичина. Опять, вы замечаете, дивизия Галичина. То есть не принято говорить, что это дивизия СС. И это Ивано-Франківское областное телевидение Галичина. Чтобы, ну, это областное телевидение у них такое. Провалюють те чи інші дати, які, ну, не повсякчас апелюють до героїзму. Не повсякчас апелюють до славних старинок. А хочеться, щоб наша молодь виховувалася на правильному, на героїчному прикладі. Это доцент. Доцент. И, видите, есть разные всякие даты, но не все они апеллируют к героїзму. А вот такая героическая страница, это дивизия СС Галичина. И вот хорошо, надо учиться молодежи. Вот я смотрю там на заднем фоне молодежь там, не очень арийской внешности, вот она, наверное, прозревает. Потому что они, наверное, не полагали, что в Европе, а Украина все-таки это Европа, да, что может такое вообще быть. Они, наверное, в прозрении, эти ребята. Бажаючи, сможут оглянути памятные медали, посвідчения, відзнаки, поштовые листилки, спогади и записи очевидцев. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что это, что это, опять что ли показалось, покажется мне всякое. Вы знаете, смотрю, вроде нацистские символы, да, нацистской Германии. Но присмотришься вроде и понимаешь, что это просто дивизия. Просто дивизия с вооруженными украинцами. Там интересные песни еще пели. Это все свеженькие, свеженькие видео. Смотрите, слушайте вернее. Все свежее, и свежее, и свежее. Мы в мире пойдем нашим миром. Ну, что не похоже, скажите. Мы снищим коммуно-червоний террор. Уничтожат они. Коммуно-червоний террор они все-таки уничтожат. Все свежее и свежее. У гостя завітав поважный гость, дивизийник, пан Степан Сарахман, з Англії. Да, и вот смотрите, вот прилетел этот Сарахман, этот из Британии, почетный гость. Да, он дивизийник. И вот там чиновница местная рассказывает этим всем детям, перед которыми он выступал, о том, что человеколюбие, человеколюбие, это и есть дивизия ССГЛичина. И нашей великой людяности. Потому что не дивлячись, яка была организация, чи це УПА, чи ООН, чи ССГЛичина, но это действительно были сыны Украины, которые любили свою землю. Вот так вот. Создается впечатление, что это две разные Украины. Одна Украина, причем ее нельзя уже назвать восточная, вата, нет-нет-нет. Одна Украина вдруг меняет курс в соответствии с курсом в США, которых очень не устраивает то, что происходит сейчас в Украине. Если уже их даже не устраивает это. О чем тут вообще говорить? А вторая часть Украины еще не знает, что та часть Украины заявляет. И говорит, вот это вот герои просто потрясающие. Человеколюбивые такие. Но вернемся к нашему интеллектуальному ведущему, Радио Свобода, который цитирует страна ЮА. Но просто так процитировать страна ЮА он не может. А если сейчас не про это, то какого ж хрена ты всуешь туда твой нос? Что кому-то интересно твое мнение? Ты ведущий, попка, сидишь и говоришь. Пропагандоны настолько уже пропагандистские, что они не могут без своих замечаний. Неизвестно, какую страну они представляют. Страна ЮА. ЮА это вроде бы как не ЮАР, а Украина, да? Ну надо было вернуть. А страна просто-напросто задалась вопросом. Почему вдруг Вятрович начинает топить против? Я наведу лише аргументацию. Критики вашей думки, оцей еще до СС Галичины и грамотного мяса украинцев. Процедую мову оригиналу. Владимир Вятрович, который ранее официально заявлял об отсутствии запрета на публичное использование символики дивизии СС Галичина, на сей раз решил возмутиться празднованием даты создания дивизии. Правда? И вот это очень интересно. На самом деле Вятрович ранее говорил о том, что символику даже дивизии СС Галичина запрещать нельзя, потому что она вроде бы как не подпадает под нацистскую символику. А он и объясняет. Ну надо же как-то объяснить. Поэтому он и объясняет. Он говорит, что использовали при создании герба льва Галицийского. Что до символики дивизии СС Галичина справедливость, эта символика не подлежит забороне, потому что создавая дивизию Галичина, нацисты использовали давнюю галецкую символику. Цим символом был галецкий лев с коронами. Галецкий лев был с коронами. Вот нацисты использовали для герба. Ну, и что? И что с того? А он говорит, что нельзя же теперь галецкого льва запрещать. Он дурочка из себя делает, да? Строит. Или он такой есть? Это делалось не только в Украине, и в других странах, где создавалось ВАФНСС дивизии, так что использовались давние символы. Это же означает, что эти символы после этого должны быть заборонены. Как это? Что значит, что если в других странах тоже создавали символы, используя какие-то древние символы? То не значит, что древние символы должны быть запрещены. Это как понимать? А он приводит пример, что лилию использовали, когда создавали аналогичные подразделения во Франции. Так само, как незаборонена, до прикладу, в Франции королевская лилия, которая была элементом французской ВАФНСС дивизии, так само и в Украине не может быть заборонен сам галецкий лев, Тегрич Раскошевин в 40-х... Ну, ведущий тупой, я так понимаю. И он просто не соображает вообще, что говорит Вятрович. А я вот соображаю, ибо не тупой. Причем тут лилия, которую во Франции не запретили. Нет, лилию не запретили во Франции. Но во Франции ты не можешь просто выходить с гербами нацистских организаций, в которых есть эта лилия. Если пойти путем размышлений Вятровича, почему это не является нацистской символикой? Потому что там галецкий лев. Ну и что? И что? А свастика, это древний символ. Приезжаем в Индию. Бывали в Индии? Подходишь, храм, весь в свастиках. И что? Не будем же мы храм сносить? Не-не-не. Пускай там будет. Но в гербах, которые использовали нацистские подразделения? Не-не. Ну, выйди с такими гербами куда-то там на улице. А здесь выходят. Вот в чем интересно. Вот выходят. И вы слышите Вятровича. Не будем же мы льва запрещать. И лилию, говорит, запрещать не будем. Не, не будем. Это ты вот расскажи вот этому ведущему. Мне нравится то, что ветер переменчивый. И как они все-таки держат этот нос свой поганый по ветру. И сразу чувствуют. Все. Дивизия созгалечена. Я полагаю, что очень скоро мы уже не увидим таких сообщений о том, что это были просто дивизийники и там то-то-то. Потому что государственная политика меняется. Государственная политика США по отношению к Украине. А Украина, независимое государство. Они сами все решают. Порошенко вон. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Пока. Твой ветер поменяется. Все пропустишь. Субтитры создавал DimaTorzok